Жители американского Санта-Фе в ужасе комментируют трагический случай, который произошёл на съёмках фильма «Раст». Они говорят, что это оставит пятно на городе. «Это погрузило наш город в негатив. Люди об этом думают. Они говорят, о боже, ты слышал, что случилось в Санта-Фе». На прошлой неделе во время съёмок актёр Алик Болдейн выстрелил из реквизитного револьвера и убил оператора Галину Хатчинс. Она получила смертельное ранение в грудь. Стоявший за ней режиссёр Джоэл Сауза был ранен в плечо. Как сообщили в полиции, помощник режиссёра выдал Болдуину один из трёх реквизитных револьверов. Он сказал актёру, что он не заряжен и не опасен. Но в нём оказались боевые патроны. В полиции говорят, что помощник режиссёра тоже не знал, что пистолет заряжен. 63-летнего актёра уже допросили. Его испачканную кровью одежду и оружие изъяли как улики, однако обвинений пока никому не выдвинули. Сам Болдуин написал в Твиттере. «Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унёсшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей потрясающей коллеги. Я всецело сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как смогла произойти эта трагедия». «Это трагедия. Я не знаю деталей, но очевидно, что это ужасающая ситуация для всей съёмочной команды, включая и Алика Болдуина, который продюсирует фильм». «Меня беспокоит одно. Как настоящий заряженный пистолет попал в реквизит для съёмок фильма? Не знаю, это холостой заряд так выстрелил или кто-то случайно положил туда настоящий пистолет. Но это ужасно для всех». Галине Хатчинс было 42 года. Она выросла в семье военного за Полярным кругом. Училась в Киеве на журналиста. Потом снимала документальные фильмы в Великобритании. В итоге получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру.